Бабушки вяжут, а молодежь продают. В Дагестане стартовал интересный проект, целью которого является обеспечение пожилых людей дополнительным заработком. Что и как нужно сделать пенсионерам для получения дополнительного дохода, узнавала Карина Баталова. Ей слово. Работа на дому для бабушек. Подобное объявление встретишь не часто, даже и при наличии спроса. Но в этом проекте все иначе. Журабки, сумки, носки и шарфы. Вязаные изделия будут продавать на ярмарке, тем самым принося прибыль пенсионеркам. Я с маленьких лет вяжу. Пештинские у нас самые красивые узоры. У нас пештинские. Самые красивые журабки. Самые красивые. Потому что лучшая вязка у нас. Батюшке тоже подарила я их. Везде я дарю. Кому иду, я подарки делаю. Всегда. Здесь бабушка Жанна не намерена заработать. Свои вязаные изделия она собирается отдавать нуждающимся. Помогать школам-этернатам и в целом заниматься полезным делом – вот ее цель. Пусть и немного, зато с душой и с теплом. Когда вот видишь на улице, что бабушки сидят на улице в холоде, продают, торгуют. И становится обидно за них, потому что они сделали много для жизни. Вырастили, воспитали детей, внуков. Хочется, чтобы они уютные, чтобы мы о них уже забыли. Раз в месяц волонтеры будут собирать готовую продукцию, а также подставлять все необходимое. Пряжу, спицы и многое другое. Доход делится просто – 80% бабушкам-производителям, а 20% – организаторам-поставщикам. Новая партия пряжи. И вот это средства из этих вырученных и средства меценатов пойдут на закупку пряжи, которые будут идти на большее и большее, так скажем, количество бабушек. Не только в городе, но во всех городах и районах республики. Сейчас в проекте задействовано 25 пенсионерок и столько же волонтеров. Организаторы нацелены увеличить число участников и устроить ярмарку, на которой можно будет сбыть всю изготовленную продукцию. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.